Дорогие братья и сестры, скажем, слава Богу! После такого бодрого прославления, такого веселого, задорного, моя проповедь будет немножко скучная. Но так бывает. Мы же знаем, что это место не для увеселения, правильно? Это место для Слова Божьего, которое научает нас, увесчевает, вразумляет и предостерегает. Для своего и вашего внимания я хотел бы прочитать книгу Откровения, 22 глава, 18-19 стих. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. «И если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей, если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Перед тем, как начать свою проповедь, наверное, я хотел бы поделить грех на две большие категории. Это грехи нравственные и грехи религиозные. Конечно, в Библии нигде такого разграничения нет, но мы попытаемся сейчас это сделать лишь для того, чтобы прояснить те грехи, в которых были повинны наши библейские герои, о которых я сегодня буду говорить. «Нравственные грехи – это те поступки, которые являются неправильными потому, что наносят вред другим и нам самим. Они запрещены потому, что они вредны. Бог для нашего же блага предостерегает нас от таких губительных поступков, которые влияют на нашу разум, на нашу совесть и на личность человека. И если рассуждать логично, мы приходим к такому выводу, что все, что вредит человеку или делает его хуже, должно считаться грехом». Религиозные грехи – это те поступки, которые являются неправильными потому, что нарушают Божьи заповеди. Мы знаем, что Бог всевластен, и Он говорит нам через Библию, как мы Ему должны поклоняться, как мы должны служить Богу, как Его представлять. Да, Господь не всегда может объяснить Свои повеления, но требует, чтобы мы повиновались Ему в точности и исполняли в точности все, что написано в Библии, не отклоняясь ни направо, ни налево. Итак, подведем небольшой итог. Разница между религиозным и нравственным грехом очевидна. Под запретом нравственного греха стоит требование не причинять вред себе и окружающим тебя людям. Под запретом религиозного греха стоит требование уважать и в точности исполнять все постановления Божьи, которое написано в этой книге, и беспрекословно повиноваться Ему. И первый пример для рассмотрения возьмем из книги Левит, 10 глава. «Надав Иавиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господом огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Страшное бедствие постигло семью первосвященника. Немного предыстории. После освящения из Киния священники были рукоположены на святое служение. Эта церемония, мы помним, длилась семь дней, и каждая от них отличалась особенным служением. На восьмой день приступили к служению. При помощи сыновей Аарон принес требуемые Богом жертвы, затем, подняв руки к Богу, он благословил народ. Все было сделано в точности, как сказал им Господь. Он принял, Господь принял жертву, явил славу свою, и вот вышел огонь и сжег жертву на жертвенники. Люди видели это знамение Божьей любви и благоволения, они словно воочию видели Бога и Егову, и это вложило в сердца их трепетный страх. Мы должны помнить, что на Дав и Авиут после Моисея и Аарона занимали высокое положение в израильском обществе. Это был третий-четвертый человек в этом народе. И действительно, как мы видим в начале, Господь особо отличил, разрешив этим двум молодым людям вместе с 70 старейшинами созерцать славу Божью на горе. Но мы видим, что это не могло оправдать их греха или закрыть на это глаза Бога. Напротив, это преступление было особенно тяжким. Мы читаем, что они нарушили повеление, взяв чуждый огонь. Они что, не знали? Да они все знали, потому что Бог сказал им, какой огонь использовать во время служения в Скинии. Они знали его закон, но не приняли его внимания, пренебрегли, отвергли. И что? Они не исполнили в точности его указания. И это все привело к роковому концу. Мы видим, что на Дав и Авиут не были повинны в убийстве, не были повинны в краже, не были повинны в сплетнях, грехах, которые считаются нравственными. Они просто проигнорировали повеление Божье. Они отвергли его указания. Они совершили религиозный грех. Что плохого в том, что они хотели использовать не тот огонь, который заповедал Бог? Ведь они же, эти люди, никому не причинили вреда и могли идти дальше служения. В наше время, если бы взять наш 21 век, случилось бы такое в церкви, это просто было бы невинное новшество, небольшое изменение в служении, небольшой стиль. Их действия затронули более глубокую область. Они отвергли Божью волю. Вот в чем состоял их грех. Они проявили неповиновение. Они поставили себя на место Бога. Они подумали, мы сами решим, как поклоняться Богу. Что нам слушать Бога? Вторым персонажем, очень интересным, о котором хотел бы рассуждать, Озия. Мы читаем. «В 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его». Но в книге царств его отец назван не Амасия, а Азари. Мы видим 52 года. Кажется, какое замечательное царствование. Столько лет. В общем, о нем говорится, об этом человеке, что он был благочестив. Что очень редко мы видим в израильских царях, мы это вообще не видим. В иудейских лишь изредка. Имя Озии было запятнано лишь одним проступком, абсолютно несвойственным другим царям. Те грешили намного больше. Он не блудил, он не убивал, он не притеснял без меры народ, он с рвением служил Богу, не впадал, видал поклонства. Даже Давид, святой муж, не был исключением, если вспомнить, как он поступил в Сурии. Он там сделал три греха, нарушил сау три заповеди. Тем не менее, он сделался, как мы смотрим впоследствии, преступником перед Господом. И должен было испытать на себе все Божье недовольство. его грех заключался в том, что он посягнул на служение священника. Да, его предшественники согрешали тем, что оставляли храм Господень, уклонялись от богослужений, поклонялись идолам. А его грех заключался в том, что он слишком далеко вошел в храм Господень, дальше, чем ему было это позволено. И самое страшное, он пытался воскурить фемиам на алтаре Господа. Ужасное нечестие. При этом он проявил необычное рвение в этом служении, инициативу. Что было корнем его греха? Была гордость. Он благословен, он силен. С ним Бог. Гордость. Как много губит это состояние человека, даже великих людей. Когда он сделался великим и богатым, то вместо того, чтобы благодарить Бога, сделавшего ему так много, возгордилось сердце его, мы читаем, на погибель его. Теперь так много сделав и прославившись, он начал думать, что любое дело по силам ему и доступно ему, и даже служение священника. Он согрешил, войдя в храм Господень, чтобы воскурить фемиам. что могло его подтолкнуть на этот поступок. Никто из его предшественников не пытался сделать это, даже не подумал, а он, благочестивый царь. Вы думаете, он не знал закон? Он знал, что закон четко выступает против подобного поступка, который до него никто не совершил. его попытки, мы видим, и спротивились первосвященники и другие священники, сопровождавшие и помогавшие ему. Они не оказывали сопротивления, просто стояли и увещевали его, указывая, что закон запрещал ему воскурять фемиам. Они говорили ему, мы читаем, не тебе, Озия, годить Господу, а священникам, которые по рождению являются сынами Аароновыми, посвященными для этого служения. Согласно закону, как мы знаем, Аарон и его сыновья были назначены ходить в искурение. Но что делает он, благочестивый царь? Он разгневался на порицавших его священников и, вопреки их мнению, все-таки хотел сделать задуманное. Мы читаем, разгневался, Озия, и не захотел расстаться с кодильницей, находящийся в его руке. И что же результат? За это он был наказан неисцелимой проказой, которая появилась у него на лбу. Еврейский историк Иосиф Флавий утверждает, что, мало того, он грозил священникам смертью, и он пишет, что после этого земля встрахнулась, крыша храма открылась, и через него в щель ворвался луч солнца, который был направлен прямо в лоб царя. И вслед за этим появилась проказа. Этим внезапным ударом закончилось противостояние между царем и Богом. Когда на нем появилась проказа, священники набрались смелости, чтобы выгнать его из храма, но, извините, это уже не нужно было делать. Он сам испугался, он поспешил удалиться. Слова священников не могли убедить этого человека, потому что и потому Богу пришлось предпринять эффективный метод для его убеждения. Так часто бывает и в нашей жизни, когда мы становимся такими твердыми и непоколебимыми или временами возомним что-то себя, Бог допускает и болезни, и страдания. Этот удар стал длительным наказанием за его преступление, ибо он оставался прокаженным до своей смерти. Вы можете представить, что такое проказа, вы знаете, человек, который заболевал этим заболеванием, он не мог спокойно ходить по улице. Он должен был идти по улице, звонить в звоночек и кричать «Нечист! Нечист! Нечист!» Эти люди были изгои, они жили за городом. Так это были простолюдины. А вы думаете, для царей это не было? Если вы немножко знаете историю, вспомните цара Балдуина, который был в Иерусалиме, когда крестоносцы захватили Иерусалим, и вот он там был царем, он тоже был прокаженным и постоянно носил маску и умер в молодом возрасте. Мы видим, что на этом примере Бог показал, как он противится гордым и ревнует о чистоте своих постановлений и дал предостережение, чтобы даже люди великие, которые добились чего-то жизни, благочестивые, знали и соблюдали их в точности без искажений. Кажется. Но можно было бы это простить, такой проступ к этому благочестивому царю. Их всего в Иудее было четыре, а в Израильском царстве вообще их не было, они отсутствовали. А как вы знаете, от прокаженного царя было столько же пользы, сколько от мертвого человека. Он был мертв, хотя и был жив. Мы видим, что позор пережил его, ибо после смерти его не похоронили, как всех царей в гробнице, так как он был прокаженным, и это запятнало всю его славу, все его добрые дела. Мы видим, царь посягнул на достоинство священника, на которое не имел прав, и что и лишился царского достоинства, которым владел по праву. И, конечно, нельзя еще вспомнить об ином человеке, в котором так часто упоминается при очередном вступлении на израильский престол следующего нечестивого царя. Об этом царе мы очень много говорили и разбирали в пятницу на богослужении при разборе слова. Читаем, и делал он неугодное в очах Господа, и не отставал от грехов Иеравама, сына Новатого, который ввел Израиля в грех. И вот, какую бы главу мы не начинали, везде написано, при очередном нечестивом царе не отставал от грехов Иеравама, сына Новатого. Изумительно! Так что же это был за человек, которому было столько чести, который упоминается во всей книге Третьей Царств, во второй книге Примпуллиминон. Что же он совершил такого особенного, что так вошел в историю? А давайте разберемся. Перед этим немного истории. Иеравам был первый царь Северного Израильского Царства. После его отложения от Объединенного Израильского Царства, в результате восстания десяти колен Израилевых, согласно Библии, он правил 22 года. Его имя имеет значение доумножится народ. Мы читаем, что согласно Библии, он был из колена Ефремова. Был виновником разделения еврейской монархии на два царства, как я уже сказал, иудейское и израильское. И он стал основателем первой израильской династии. В молодости он состоял на службе у царя Соломона в качестве смотрителя над рабочими из Евремова и из Ефремова колена. Тут он узнал тяготы народа, страдания народа, эти безумные строительные проекты, которые задумывал Соломон. И, наверное, при виде всего этого, в нем уже тогда проснулась гордость. Гордость ефремлянина. Он думал, как я, человек такого колена, которому в благословении Иакова была обещана бличащая будущность и который теперь должен рабски служить колену Иудину. Вот его встречает пророк Ахия и говорит ему, что за домом Давидовым останутся только два колена и он будет царем десяти северных колен, если приявит послушание воле Бога и будет следовать его заповедь. Когда об этом пророчестве узнал Соломон, и Равааму ничего не оставалось делать, как только бежать в Египет, где он пользовался расположением египетского фараона Шашонка. Но как только Соломон умер, после бунта десяти колен израилевых против сына Соломона Раваама, который тоже слишком много из себя возомнил, говорил, что он сильнее своего отца. И ему нужно было вести переговоры с Раваамом в Сихеме. После срыва переговоров он был избран первым царем ново-израильского царства. Израильтяне, наверное, радовались, как всегда, радуется каждый народ. Молодой, перспективный царь, умный, и они, конечно, ждали от него очень многого. Ведь он обладал всеми качествами, которые необходимы царю. Талантом, харизмой, врожденным умением руководить. Кайца, для нового царства лучше представителя не могло быть. Так они думали. Но, как всегда, народ находится в заблуждении, на эмоциях, и они не догадывались, что он, их царь, заведет их туда, откуда царству уже никогда не выбраться. Вместо успешного правителя он закончился, как говорят американцы, законченным неудачником. Единственное его достижение, которым он запомнился в истории, что он ввел народ в грех. И, как я уже сказал перед этим, каждая голова начинается с него. Он вел, он вел. Так что, оказывается, из героя Бога он стал героем дьявола. Он представлял собой противоречие. И давайте подумаем. Очень интересное противоречие. Он был религиозным грешником. Вы скажете, ну как? Так, религиозным грешником. Обычно считается, что верующий человек не может быть грешником, а грешник не может быть верующим. Однако наш герой был тем и другим, и именно это делало его жизнь отвратительной перед Богом. Давайте разберемся, какой конкретный грех совершил Иераваам. Что такое он сделал? Страшная ошибка Иераваама была ненравственной, а религиозной. Заметим, он не убивал невинных людей, как монассия, не совершал прелюбодения, как Давид, не нарушал обещаний, Саул, не бросил всего многоженства, как Соломон, но он отверг закон Моисея. Он написал собственные религиозные законы. И самое главное, он заставил народ исполнять их. Короче, апогеем его политической карьеры стала религиозная реформа. Она мне чем-то напоминает реформу при царе Алексея Михайловича, когда был такой Авакум и Никон, кто знает историю. И вот там был такой человек Никон, который тоже ввел новшество в православную церковь. Так этот человек мне напоминает этого Никона. Сразу же после восшествия на престол Иеравам пренебрег данным ему под достижением и с головой окунулся в религиозное неповиновение. Он учредил новые центры поклонения в Вифиле, Дане, Вифиль был в десяти километрах от Иерусалима, если мы посмотрим на карту, в южной части Израиля. Адан был на самом севере Палестины и сказал народу, мы читаем, не нужно вам ходить в Иерусалим. И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. Когда царство раскололось, Иерусалим библейское место остался где? В южном царстве. Три раза в год народ Божий должен ходить было поклоняться в Иерусалим Богу. Это уже в иудейское царство. Иерувам, как человек практичный, бизнесмен, подумал, что если люди все пойдут поклоняться в Иерусалим, то могут там и остаться. Да и финансовый вопросик-то стоял очень остро. Казна-то была пуста, так я могу потерять свое царство? И мы видим, как человек практичный, он решает эту проблему. Иерувам устраивает новые центры поклонения под тем предлогом, что слишком далеко ходить в Иерусалим. Что вам там делать? Будет все на месте и все просто. Но он пошел еще дальше. Он устоловил для поклонения, вспомнил, золотых тельцов. Мы читаем. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, вот боги твои Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. Для израильтян это был немыслимый поступок. И они знали, что так поступать нельзя. Подобное уже было у подножья горы Синай. На этом нововведения не закончились. И вот проблема возникла перед Иерувамом. А как насчет жертвы? Со времен Ноя, Авраама и Моисея в сознание народа укоренилась необходимость жертвопроношений и усложняло то, что бог для жертвопроношений обратно же выбрал Иерусалим. Там находился жертвенник для всего Израиля. И что же он сделал? Он решил построить новые жертвенники. его новые центры поклонения были полностью оснащены и имели копию тех жертвенников, которые были в Иерусалиме. И мы читаем в Третьей книге царств. И принес жертвы на жертвенники, который был в Ифиле. Мы видим, что в своей религии он зашел слишком далеко. Он построил новые жертвенники в нарушении воли Божьей. Он установил новое свое священство. И построил он капище, мы читаем, на высоте, и поставил из народа священники, которые не были и сынов левийных. Это были люди, которые из-за выгоды пошли на сделку с царем. Также он установил новый ежегодный праздник и изменил, подумайте, религиозный календарь. Он просто передвинул религиозный календарь на один месяц вперед, на 15-й день 8-го месяца. Библия говорит, что это был месяц, как мы читаем, который он произвольно назначил. Заметьте, по своей воле результатом всех этих изменений стала религия не Бога, а религия Иеруваама. Он стал полубогом, он заставлял народ следовать своей собственной воле. Вот такое же случится, когда придет Антихрист и когда будет заставлять людей, поклоняться Ему. Короче, Божью волю он подменил своей. Ну и каков же результат? Поразил его Господь и он умер. Смотрите, одна строчка. 22 года царства поразил Господь и он умер. И мы видим, что смерть его не была естественной. 22 года правления завершилось, когда Бог опустил на него свою карающую руку. Его царствование закончилось так же, как и началось. Неповиновением Богу. Он так и не покаялся. Он потратил всю свою жизнь на то, чтобы заставить народ принять заблуждение, уверовать заблуждение, жить по заблуждению, но не по Божьей воле. И многих удивляет. Удивительно, столько было предупреждений. Ну почему Иеравам не покаялся? Ведь для этого же были все причины. Он был публично облечен за свой грех. Пророк, который предупредил его, умер, потому что ослушался Бога. Умер благочестивый сын. Также было сказано, что за грех все члены его семьи мужеского пола умрут насильственной смертью. Заметьте, ему это было сказано, но он не внял этому. Кажется, нам бы так сказали наперед, тут бы остерегался, дул бы на холодную воду, на горячую воду, но увы. А есть ли в примере данных людей урок для нас, христиан 21 века? Да, есть. Примеры данных людей заявляют, Бог требует от нас послушания. Просто религиозности, братья и сестры, этого недостаточно. Что мы видим сегодня? В Новом Завете Бог указал, как мы должны жить, как поклоняться Ему, и все равно возникает очень много динаминаций, о которых нигде не сказано в Новом Завете. Бог сказал нам, что мы должны прийти к Нему уверовав. Мы должны покаяться, мы должны исповедовать Иисуса, и крестившись Христа, тем не менее, современные ируамы имеют свои собственные планы прихода к Богу. Вместо того, чтобы в точности соблюдать все то, что написано в Библии, очень многие люди начинают судить об этом по тому, как он себя чувствует, по этому вопросу. И судьей временами становится не Слово Божье, а он сам. Вы скажете, очень много примеров в Библии, где написано как-то непонятно. И очень часто возникают такие вопросы в церкви спорные. Нужно ли покрывать голову, иметь знак ангела на себе, или не нужно, и даже доходит до разделений. Но это мелочи. А как насчет того, когда служители второй раз венчают верующих людей? Это как? Это какой будет грех? Или еще какие-то вводят новшества? Это, братья и сестры, религиозный грех. И перед Богом нужно будет отвечать. Мы всегда ищем какую-то уловку. Мы люди, мы так устроены. Если нужно оправдать чей-то грех, мы будем его оправдывать. Мы забудем про эту книгу, потому что мы очень мало читаем, очень мало в нее углубняемся. Мы все источники из Библии находим на мобильном телефоне. Мы очень мало читаем. В притче написано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Как я уже сказал, в какой-то момент в истории библейское христианство будет полностью замедлена религия антихриста. Это все произойдет до, после восхищения церкви. Она будет носить внешний лоск христианства, будет создана религия, приемлемая для всех деноминаций. Это извращение христианства не наступит внезапно с появлением антихриста, потому что процесс обмана еще начался в Эдемском саду. Когда сатана соблазнил Еву словами «Подлинно ли сказал Бог?» Это ложь с самого начала и на протяжении всей истории христианства успешно сбивают с толку миллионы людей. Это прямая атака сатаны на Слово Божье. Она толкала и толкает на отступление не только номинальных христиан, но и действительно верующих христиан. Какая тактика современной сатаны? Подвергнуть сомнению, отвергнуть, что здесь написано и что сказал Бог. Мы знаем, что тысячелетиями Библия подвергалась нападкам, но стратегия лукавого одна. Подлинно ли сказал Бог? Это самое опасное из них. А процесс заключается в том, чтобы отлучить верующего человека от Божьего Слова. Это как мать отлучает от груди своего младенца, так и сатана старается отлучить Божьего человека от духовного питания, от Слова Божьего. Его цель отучить человека от знания, понимания и зависимости нашей жизни от Божьего Слова. Сатана старается создать поверхностного христианина, безграмотного в сфере учения Библии и при отсутствии способности отличать ложное от истинного. Под практически безграмотными я не называю тех людей, которые не умеют читать. Это люди, которые имеют Библию, но очень редко ее читают, предпочитая получать, как я уже сказал, библейское содержание из какого-то другого источника. И так получается, что мелкие библейские души очень мало рассуждают о своей вечности. И в заключение, да поможет нам Господь нести ковчег завета так, как это написано в Библии и требует это Библия. Вместо того, чтобы искажать Евангелие человеческими измышлениями и догадками, мы должны запомнить, что Божьи предписания верны и истинны, и мы не имеем ни малейшего права что-либо изменять в них. Ева нарушила только одну заповедь, данную ей Богом, и лишилась райской жизни в Эдемском саду. Божьи слова нужно говорить так, как учит Господь, и все предписания его выполнять. когда ковчег завета несли левиты на руках, было неважно, по какой идти дороги, идти по фривей или идти по ямам, потому что когда он двигался на шестах, все движение было мягко, а тут придумали самую красивую и модельную колесницу, и эта повозка наклонилась на ямах и выбоиных. Бог требует от нас полного соблюдения своих повелений, а потому еще раз говорю, никто из нас не имеет права что-либо изменять в книге Божией, которую сам Бог оградил от протязаний страшным предупреждением. Написано еще так, да не отходит книга сия от уст твоих, напоучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Братья и сестры, дабы в точности исполнять. Если мы доверимся полностью Слову Божьему, без изменений и добавлений, мы достигнем небесного царства, а это наша цель. Аминь. Молимся. Молимся.